Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы разберем такую тему, как удаление анальных кандилом. Анальные кандиломы, чаще всего, бывают остроконечные кандиломы. Достаточно часто отмечается такое большое разрастание в области ануса. Это связано с раздражением, постоянным каловыми массами, подмыванием, туалетной бумагой и т.д. Когда кандиломы начинаются в области анального сфинктера, ануса, то часто они очень сильно разрастаются. Часто отмечается сочетание кандилом в области ануса с ВИЧ-инфекцией, особенно в стадии иммунодефицита, тогда достаточно сильное разрастание. И очень важно дифференцировать подобные кандиломы от широких кандилом при сифилисе. Это, по сути дела, узелки при сифилисе, которые, опять же, от постоянного раздражения увеличиваются в размерах и становятся похожими на кандиломы. Поэтому перед удалением кандиломы анальных всегда нужно делать анализы на сифилис и педгепатиты. Для удаления анальных кандилом, в случае, если, допустим, есть гораздо меньшие контакты с кровью пациента. Дело в том, что в анусе очень мощное венозное сплетение существует и практически всегда при удалении кандиломы остроконечных с помощью радиоволнового метода, с помощью обычной электрогуляции или с помощью лазера, независимо от метода удаления, всегда наблюдается кровотечение, которое не дает нормально удалить кандиломы, не дает нормально прижечь их основания. Поэтому часто при использовании таких методов все равно придется многократно их прижигать, потому что кровь мешает непосредственно процессу удаления достаточно часто. Поэтому в моей практике были случаи, когда мы удалили кандиломы в течение 3-4-5 раз, особенно если это были такие массивные разрастания петушинных грибней в области заднего прохода. Также я неоднократно видел гигантские кандиломы бушки Левенштейна в области заднего прохода тоже, которые достаточно трудно удаляются, они обильно кровоснабжаются, и поэтому в ряде случаев можно начинать их удаление именно жидкого азота, чтобы посмотреть на такую динамику после удаления жидким азотом, как правило, они уменьшаются. Это способствует тому, что после первого-второго удаления жидким азотом мы смотрим, насколько они уменьшаются, насколько они хорошо реагируют на удаление и затем уже можем продолжить либо радиоволновым методом, либо методом лазерного прижигания. В ряде случаев удаления кандилома остроконечных, особенно гигантских, необходимо обязательно связать с гистологическим исследованием. Это происходит при гигантских размерах кандилом, а также при разных участках изязвления, уплотнения, которые могут быть подозрительны на онкологию. Действительно, область ануса из-за постоянного раздражения каловыми массами является такой областью повышенной встречаемости различных онкологических заболеваний. Именно поэтому, во-первых, необходимо всегда при подозрении гистологическое исследование или онкоцитологию с поверхности удаляемых высыпаний. Также в ряде случаев необходимо делать ректоромоноскопию, для того чтобы смотреть распространенность кандилом внутрь заднего прохода и удалять кандилому уже с помощью подобных манипуляций. Поэтому редко, когда удается застать вот такие малые разрастания кандилом и удалить их действительно за один раз. Часто это необходимо многократное удаление. Конечно, лучше оно сочетается с противовирусным лечением. Я всегда стараюсь перед удалением взять все-таки иммунограмму, простимулировать противовирусный иммунитет, чтобы посмотреть на динамику вместе с удалением. И учитывая такое непростое удаление в области ануса кандилом, особенно когда они разрослись, то, конечно, лучше иметь здесь сочетанную терапию как противовирусную терапию, так и непосредственно само удаление. При необходимости диагностики и удаления кандилом в области ануса вы можете обращаться в наш медицинский центр Платный КВД в Москве. У нас работают опытные врачи, которые занимаются удалением кандилом такой локализации, а также диагностика и лечения. Ждем вас в нашей клинике, а также подписывайтесь на наш канал на YouTube и наш канал в Instagram. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok